Эй, всем привет! Меня зовут Анна Сомна. Две вещи? Три вещи. Мне очень жарко. Я нахожу эти очки супер странными, они мне очень сильно нравятся. И у меня была простуда на губе. Теперь, когда мы обсудили уже все эти важные субъекты видео, я сниму эти очки, потому что иначе они мне ставят марку на лице, не знаю. Я делаю эти. Но эти очки, они анти-рефлактив, и они подходят мне для съемки видео. Я сегодня буду делать для вас в этом видео Get Ready With Me, долгожданное. И я очень сильно excited по этому поводу, на самом деле. У меня есть несколько новых продуктов, которые отличаются от моего предыдущего, единственного видео, которое я делала. Плюс это видео будет более разговорным, и не просто показывать, как я одеваю новое лицо на свое лицо существующее. И я, пожалуй, начну с того, что я сегодня иду на свидание со своим мужчиной. Я для этого собираюсь. Не в коем случае думайте, что вам нужно делать макияж для свидания или каких-либо встреч. Это опциональная функция. Если вам нравится делать свой макияж, так как мне нравится делать свой макияж, вы обязательно делайте тогда его, потому что это определенный расслабон для меня лично. Плюс я заметила за собой, чем больше я, если честно, покупаю продуктов, которые я хочу купить, да, то есть я, например, иду в магазин и пробую какой-то продукт, и я такая, ой, 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 это так круто. И я потом его покупаю. Я, не знаю, я больше и больше наслаждаюсь самим процессом нанесения макияжа. Я очень много болтаю, если вы не заметили. Но я так думаю, что это какая-то часть моей жизни, о которой я никогда не говорю. Я не говорю о том, что я люблю макияж, и то, что я наслаждаюсь его на таком уровне. Для меня это как хобби, я бы сказала, нежели чем рутина или правила. То есть я не ношу макияж почти вообще в повседневной жизни. Я его ношу только тогда, когда я куда-то иду, или тогда, когда мне хочется. Хотя я его хотела, наверное, носить макияж больше, чем я это делаю. В плане не такой бейсик, типа как брови и ресницы, а прям полностью все nine yards of makeup, как я это называю, как я буду делать сегодня в этом видео. То есть это прям такая очень... Как правильно сказать? Это прям такая очень экстремальная версия того, как я делаю с макияж. Не супер экстремальная. Я не знаю, что такое экстремальная. Где серые зоны в жизни? Я не знаю, как их найти и обозначить. Тем не менее, я надеюсь, что вам понравится это видео. И я, пожалуй, начну, иначе я буду здесь сидеть и разговаривать хляжа знает сколько. И мы начинаем с того, что мы подготавливаем наше лицо для нанесения и макияжа. И я, пожалуй, начну передо мной стоять зеркало. Я даже не знаю, если я в фокусе. Боже, спасибо, милый. Я надеюсь, что я в фокусе. Я начну с того, что я буду наносить праймер на свое лицо. И этот праймер от Katmand D Locket. Праймер! И он мне очень сильно нравится. В нем есть витамин И. И я его использовала с Giga из Манчестера еще, когда я зашла в Debenhams. Debenhams это что-то типа Sephora. Я не знаю, что в России есть, где вы покупаете свой макияж. Но я думаю, что все примерно более-менее понимают, что такое Sephora. И Debenhams это что-то типа Sephora. Если вы думаете, что у меня слишком красное лицо, то у меня просто чистительная кожа. И если я даже немного трогаю, то она краснее. Так что будет очень страшно. У меня не аллергия. Или не аллергическая реакция. Это просто жеза. Далее я буду наносить праймер на свои зрачки. Точнее, на свои ледз. Это часть. На свои глаза. И это праймер от Makeup Academy. Называется Smoke & Smolder Eye Primer. Он выходит черным сначала, но он в конечном итоге очень здорово осветляет. И в принципе держит очень хорошо тени. Я просто хочу вам еще сказать такую вещь, что если у вас нету eye primer, вам не нужен eye primer. Я просто это делаю как extra step, потому что я делаю сегодня extra макияж, поэтому я подумала, что лучше я сделаю это так, нежели чем не сделаю. Я нахожу за собой, что я могу использовать любой праймер для лица, которым я пользуюсь. Или, например, если у вас проблемы с жирной кожей, что просто какую-нибудь пудру положить. Или, например, powder foundation, если у вас есть powder foundation, если это тем, чем вы пользуетесь, например, я не знаю. У меня заняло несколько долгих лет для того, чтобы понять, то, как моя кожа реагирует на определенный макияж, и что вообще происходит, и что лучше для меня, чтобы, например, я могла до сих пор делать какую-то рутину с макияжем, но при этом не дистрессировать состояние своей кожи, в общем и целом. Так что я нашла, чем больше, например, шагов я делаю prep steps, приготовляющих шагов, перед тем, как я нанесу макияж, тем лучше у меня будет результат, и тем лучше моя кожа себя будет чувствовать, в общем и целом. Вообще, я за последние два года намного больше увлеклась именно состоянием своей кожи, и именно заботой о своей коже, нежели чем покупками каких-то, знаете, предметов декоративной косметики. Вот. Русский язык, помоги мне! Я очень по-разному делаю с макияжа, действительно, в зависимости от того, куда я иду и что я делаю, просто на самом деле, и также в зависимости от состояния моей кожи. Я думаю, что это просто данные. Но сегодня я думаю, что у нас будет... Мы идем на ужин, так что там будет наверняка жарковедет. Я не знаю, я, знаете... Окей. Я скажу такую вещь, что я никогда не использую обычно foundation или тональную основу, в общем и целом. И я небольшая любитель. У меня было несколько всего тональных основ, но я всегда находила то, что моя кожа, она всегда сухая, вне зависимости от того, насколько хорошо я поддерживаю там уровень воды организма, то есть я пью воду, да, там, ем фрукты и все такое. У меня просто сухая комплекция, я не уверена, как это работает, но тем не менее. Я нашла вот этот тональный крем от The Body Shop. И она называется Fresh Nude Foundation. Она садится так на лицо, приятно. И, боже, она так же потрясающе пахнет. Я знаю, что The Body Shop они не тестируют, но я знаю, что, по-моему, L'Oreal является их, типа, мамой и папой компанией. Я не знаю, как это правильно по-русски опять же сказать. Сорян. Я смотрю все видео, подобные на ютубе, на английском языке, поэтому, когда я говорю, хочу сделать какой-то разговор на русском, для меня это как другой мир. Немного. И я знаю, что у некоторых людей с этим есть проблема, но я так же не буду дискредитировать Body Shop за множество прекрасных вещей, которые они делают. И одна из них это петиция-протест, которыми они сейчас занимаются, о запрете использования продуктов, точнее, тестирования продуктов на животных навсегда. И если вам интересно, идите подпишите эту петицию. Это потрясающая вещь на самом деле. Но я не буду сейчас входить в этом видео о проблемах подобных вещей. Я знаю так же, что некоторые люди решат не покупать у Body Shop что-то, потому что и L'Oreal, по-моему, владеет. Опять же, извините, если я не прав, поправьте меня в комментариях. Я не покупаю продукцию, которая тестируется на животных. Для меня это, как бы, самый главный мой камень, грубо говоря, которым я следую. Так что, я думаю, сегодня я нанесу эту тональную основу себе на лицо. И мне вот этого хватает для того, чтобы сделать все лицо, просто потому что я потом буду еще работать с консилером. Я не хочу отяжелять свое лицо. Чем больше я начала следить за своей кожей именно кожей лица. Опять же, не в плане декоративной косметики, а в плане вещей, которые поддерживают мое хорошее состояние кожи, тем меньше я начала наносить макияж на определенные точки своего лица, такие как лоб или, я не знаю, лоб. Следующим я буду наносить консилер от Kat Von D в цвете L7 Warm на примерно свою Т-зону и на подбородок и вокруг губ. И опять же, я не наношу большой слой, он очень довольно-таки сам по себе пигментированный, поэтому вам не нужен большой слой, аначе это просто будет выглядеть немного тяжело на лице. Лично я всегда мою руки из Fobity Blender перед тем, как наносить любую косметику. Я физически мою свои продукты с влажными антибактериальными салфетками регулярно. Так же, как и кисти. Одна из вещей, которые я нашла, которые работают потрясающе для меня, это именно поддерживать чистоту своих продуктов физически. Всегда спускайте немного свой продукт на шею. Даже если у вас там perfect match с чем-то, все равно спускайте свой продукт на шею. Вы никогда не сможете прогадать с этим шагом. Я думаю, что сегодня я буду закреплять, я не знаю, боже мой. Поделитесь со мной вашими жаргонами русскими в макияжном комьюнити. Сегодня я буду закреплять свой макияж небольшим количеством powder foundation. Опять же, от Kat Von D. Я купила несколько вещей от Kat Von D, которыми я просто билосимов перфектов. Я их обожаю на самом деле. Мне очень-очень-очень-очень нравятся эти все продукты. И именно этот продукт, он довольно-таки пигментированный. Я никак не могла понять, как его правильно использовать, потому что мне кажется, опять же, подобные вещи, они предназначены для более жирной кожи. Я так считаю. И поправьте меня, если я не верна. Скажите мне, если вы используете powder foundation, как вы ей пользуетесь и какие бенефиты вы от нее находите? Во-первых, не наносите никогда со спонжем. Здесь был изначально спонж в этом контейнере. Не используйте его. Он поднимает слишком много продукта, он не гигиеничен в конечном итоге. Если вы хотите использовать спонж, используйте свой beauty blender, например. Когда вы работаете с кистью и с этим продуктом, вы подбираете немного продукта, сбрасываете обязательно всегда access, который у вас есть на кисти, и используйте немного более circle motions. Русский язык! Таким образом вы можете распределять продукт более равномерно, по коже, и у вас никогда не будет много продукта в одном конкретном какой-то области вашего лица. Алиэ, я, пожалуй, буду делать немного контуринга сегодня, так как мы делаем экш, что я же вам сказала об этом, давить-давить. Я буду использовать это бронзер от компании, который называется Collection. Именно этот продукт называется Bronze Glow Shimmering в цвете medium, и его настоящий цвет номер 2 medium просто. Я всегда советую контурировать или делать бронз или что-либо вы делаете от конца уха в середину лица, так как в таком случае вы всегда сможете работать продукт более в центр своего лица и растушевать его от рамок своего лица. Иначе, если вы будете делать вот так, у вас здесь появится большое количество продукта, с которым будет просто тяжело работать. Это мои просто личные предпочтения. То, как вы делаете свой макияж, вы можете делать его абсолютно так, как вы хотите его делать. Окей, продолжаем дальше. Я возьму свою палетку от Essence. Она называется Quattro Eyeshadow. И она в цвете номер 7. Я очень люблю в ней все эти цвета. Я абсолютно все их комбинирую. Я использую, например, самые темные для заполнения бровей, самые белые для базы, для глаз. И вот эти два посередине, я мешаю их как раз для того, чтобы сделать свой нос. Я буду использовать две разных кисти. Я буду использовать более пушистую кисть, хотя у нее заостренный кончик. И также я использую более плоскую кисть для того, чтобы нанести цвет. И это для того, чтобы растушевать его. Я стараюсь это делать очень-очень-очень аккуратненько и медленно, для того, чтобы не испортить изначальную линию, которую мы делаем. Потому что именно она это то, что будет давать мне контур, а все остальное я буду растушевывать вниз носа. О, боже, Дай мне сил для того, чтобы объяснить свои действия. Если вы смотрите, знаете, на Инстаграм, на кого-то там или где угодно, и думаете, что, блин, вот этот человек такой классный макияж, я не знаю, как делать свой макияж, и вообще у меня ничего не получается, не переживайте. Боже мой, даже этот человек, который вам так сильно нравится, он тоже с чего-то начинал, так что... Мне кажется, практика делает всё идеально, поэтому... Если у вас есть, знаете, какие-то эмоции касательно того, что, ну вот, блин, у меня что-то не получается, чем больше вы это будете делать, тем больше у вас это будет получаться, так что не переживайте особо. Я, пожалуй, перейду к бровям и потом к глазам. Окей, я не знала, что я хочу сделать. Во-первых, я либо хотела супер нежный макияж, либо, знаете, такое, как красная губа и подводка, да, то есть... Поэтому я до сих пор не особо знаю, что сделать, но для того и для того, в принципе, мне нужна белая база, поэтому я просто возьму одну белую базу отсюда и нанесу её на всё века. О, века это слово. Я понимаю прекрасно, что определённые вещи, определённые кисти были созданы для определённых вещей в макияже, для того, чтобы ваша жизнь была проще, ни для чего ещё, ни потому что, что у вас есть кто-то, какая-то компания, которая вам говорит, что именно вам нужно делать, когда для вас работает что-то ещё. Для меня лично, опять же, так же, как с пигментом, так же, как, знаете, с большим количеством продуктов, это вам не нужно. Так же, как вам не нужна каждая кисть каждого размера, если она просто для вас бесполезна. Зачем вам тогда эта кисть? Лично я считаю, что найдите то, что работает для вас, и используйте это, потому что вам никто не может создать нет или запретить вам делать что вам удобнее. Особенно, когда дело доходит до такой очень обычной и простой вещи, которая просто, знаете, существует для того, чтобы отвлечь нас хоть на секунду занятием, которое вам нравится делать, это макияж повседневных вещей. Делайте свой макияж так, как вам нравится его делать. Тем, чем вам нравится его делать. Для бровей сегодня я буду использовать темные пигменты своей палетки, угловую кисть, и первым делом я буду заполнять свою бровь. Теперь, когда я заполнила, скажем так, свои брови более-менее немного, я беру любой черный карандаш, который мне нравится, свою маленькую кисточку, я подбираю немного пигмента на него, и делаю самые просто деликатные ангельские движения на начале своих бровей для того, чтобы имитировать, скажем так, волосы. В моем личном понимании, чем гуще, тем лучше. Не для всех это является так. Но, хей-хо, было бы невыносимо скучно на этой планете, если бы мы все делали одинаково. В принципе, в общем и целом, с кончиком я тоже работаю, но не так сильно. Я просто делаю контур бровей более острым сверху, и опускаю это к кончику. И также потом поднимаю оставшиеся волоски для более гладкого перехода. Иногда кончик делать бы такую хрень, я и не хочу там, поэтому я избавлюсь от этого. В принципе, мне кажется, это выглядит неплохо на других людях. Я просто сегодня не делаю, знаете, какой-то бешеный странный акцент на бровях. Я нахожу брови довольно главным шагом в макияже. Опять же, когда я делаю свой, знаете, супер минимальный макияж, а не то, что я делаю сегодня, я очень всегда намного больше концентрируюсь на их бровях, чем на чем-либо еще. Мне очень интересно смотреть со временем, как меняется макияж. И мой интерес к нему, опять же, в прошлом мне никогда не приносил такой более расслабляющий терапевтический эффект от всего этого. Поэтому, наверное, я этим не так сильно увлекалась. Мне, наверное, точно это логичный вывод. Так вот, сегодня я буду делать перевернутые стрелки. Для этого я буду использовать несколько продуктов, которым я доверяю для того, чтобы создать подобный образ. Я буду использовать лайнер от Kat Von D Tattoo Liner. В черном цвете я буду, опять же, использовать свой любимый карандаш черный. И я буду использовать свою тонкую кисть. Также иногда, в зависимости от того, если я ляпаю или не ляпаю макияж, я использую любые черные тени, которые у меня есть. У меня сейчас есть тени от Makeup Academy. Перед тем, как я начну делать стрелку, я буду использовать самый светлый серый оттенок в моем Quaterable Collection полетке, о которой я уже говорила. И просто сделаю базу по всему глазу, для того, чтобы у меня не создавалось много складочек от продуктов, которые я нанесла ранее. Я нахожу очень-очень важными давать этой именно стрелке проседать вот в этой области, где у вас уголок глаза. Иначе они будут выглядеть странновато. Не знаю, мне кажется, чем больше она как бы обнимает ваших глаз, тем ровнее именно эта стрелка будет выглядеть. Опять же, делайте ваши стрелки так, как вам нравится их делать. Это то, как делаю я своей. Я по-быстрому закончу второй глаз, и мы перейдем к следующему шагу. Окей. Это лучшее, на что я способна сегодня. Если это выглядит плохо... I'm sorry, all right? Далее я перейду к туши, и сегодня и всегда я использую Better Than Sex by Too Faced. I'll be right back. Перейду к веснушкам. Веснушки — это очень большая часть моего как повседневного макияжа, так и в общем и целом. Я очень их люблю. У меня своих мало. Они у меня только пролезают, когда, ну, очень солнечно, и я была под большим количеством солнца. Особенно носу. Я люблю веснушки. Я рисую свои веснушки на протяжении, наверное, чуть больше года. Недавно я себе нататуировала несколько веснушек. Естественно, не сама. Я была в тату-студии. И я объяснила своему обычному тату-мастеру, где я их хочу. У меня было несколько конкретных мест. Это две здесь, одна здесь и на лбу. На лбу они совсем не остались. Я их хотела намного более ярче, скажем так, темнее даже. Так что я к этому вернусь еще. Их почти не видно. На камеру я не могу представить, что их вообще видно. У меня не настолько хорошего качества камера. Мы это сделали, и я вам хочу сказать, что тату на лице открыла для меня просто ящик Пандоры. Теперь мне хочется себе татуировку купить. В принципе, мне всегда хотелось, но теперь, когда я знаю, как это ощущается, это прям вообще у меня очень... У меня чешутся руки. Это так, чем-то, чем я с вами хотела просто поделиться. Которая у меня под моей натуральной родинкой. Она виднее лучше всего, и я этим супер довольна. Это вообще была одна из первых вещей, когда я себя начала рисовать веснушки. Я всегда делала одну под своей натуральной родинкой. То, что я хочу сказать касательно веснушек, это то, что я их люблю. Я нахожу их очень красивыми. У Хаза все губы в веснушках, и я всегда ему говорю, что это солнечные поцелуи. Я нахожу их потрясающими. Где бы ими не было занято все лицо, или их парочку, и они супер уникально смотрятся, я считаю, что любые вещи на человеческом теле будут замечательны. И если ты себе хочешь сделать веснушки, или у вас есть веснушки, делайте именно то, что вы хотите делать со своим телом. Мне очень жаль, если вы не довольны своими веснушками, или они вам не нравятся. Я их люблю, и если бы я с вами встретилась когда-либо, я бы вам сказала, как прекрасно они выглядят. И может быть для людей, как раз, которым не нравятся веснушки, их очень раздражает, когда люди себе рисуют веснушки. В общем и целом, людей раздражают некоторые вещи, которые люди делают сами собой, которые никак не задевают этих людей. Я не знаю, как это работает. Таким людям мне особо сказать нечего. Надеюсь, вам полегчает. Ладно, хрест, я сделаю красные губы. Я начну свои губы с своего любимого пигмент стика от Lush. Он называется Bambuzn't Bambuzn't Bambuzn't. Я не знаю. У них единственный такой стик. Мне кажется, они сделали сейчас новую упаковку, или они собирались сделать новую упаковку. Это пигмент, не совсем красный, но что я люблю с ним делать? Я люблю кистью наносить его именно во внутреннюю частью рта. Эта вещь, она делает стейн на ваших губах, то есть у вас останется это на очень долгое время. Поэтому я люблю этот продукт за то, что он добавляет полноту моим губам именно изнутри. Далее я буду использовать лип-лайнер от Tick Knee. Кстати, Bright Red для того, чтобы заполнить свои губы. Я прогрессивно, офф-камерой, добавляю в этом видео себе все больше и больше бронзера. Итак, предпоследний шаг, который я сегодня буду делать, это наносить хайлайтер. И этот хайлайтер от Kat Von D, он называется Alchemist. Я сегодня, как и в любой другой день, нанесу хайлайтер в цвете Sapphire, и он голубой хайлайтер. Я еще раз хочу вам всем сказать о том, что я делаю свой макияж последние два года, и я только недавно купила себе какие-то разные именно кисти. Я всегда наносила плоской кистью хайлайтер, мне так нравится больше. К этой кисти я еще привыкаю, я никогда раньше не пользовалась феном. На данный момент пока что я все равно хочу сказать, что мне намного больше нравится наносить хайлайтер своей обычной плоской кистью, нежели чем этим фенчиком. Может быть, я к нему привыкну, может быть, нет. Я не жалуюсь, он не супер какой-то, знаете, драматичный, драматичная какая-то кисть, но это дело привычки, мне кажется, обычной. И я наношу тот же самый хайлайтер под брови. Очень красиво выглядит этот хайлайтер, когда вы мешаете несколько цветов вместе. Например, я очень люблю мешать зеленый с голубым. И сегодня я буду закреплять этот макияж спреем от Берри Эм, который называется Полус Микс и Фикс Мейкап Сеттинг Спрей. Выглядит он так. И я наношу совсем немного. Это может быть выглядит как много продукта, но он распыляется очень-очень мало. И я даю этому немножко осохнуть. Я пойду переоденусь и покажу вам законченный образ для моего свидания. Всем огромное спасибо за просмотр этого видео. Оставьте свои пожелания внизу в комментариях. Также напишите мне, как вы обычно делаете свой макияж, или что бы вы одели. Потому что я прекрасно понимаю, что мы все живем разной жизнью. У нас у всех разные предпочтения касательно особенных дней. И я бы с удовольствием хотела их услышать внизу. Я вас очень сильно люблю, и мы с вами увидимся очень скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok